Амин 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 И вопрос же заключался, зачем? Можно было просто войти, разве Бог не знал, что сердце людей, оно крайне испорчено, что будет какие-то обстоятельства, где человек может изменить свою позицию. Это как ты хочешь чего-то очень сильно, но после того, как ты исследовал это дело, ты потом думаешь, а зачем оно мне надо? Кто из вас попадал в такие истории? Тебе кажется, то предложение, которое тебе дают в магазине, оно самое интересное, самое очень важное. Это реклама, которая была на телевидении, на бигбордах, она кажется, всю эту вещь нужно брать и брать прямо сейчас. То же самое происходило с еврейским народом. Обещание, которое Бог дал Аврааму, это было как из своего рекламы. Он говорит, я веду тебя в землю, где течет молоко и мед. Я дам наследникам твоим ту землю и те народы, те города, где они не строили, жительниц, которые не строили, виноградик, которые не садили. Это земля, которая наполнена благоденствием. И кажется, почему бы не взять то, что обещано? И в течение многих лет, многие чаще всегда думают, 400 лет они были в рабстве. Но на самом деле, израильский народ не был все 400 лет в рабстве. Так как послание, которое Бог дал, Он дал ему Аврааму, Он дал как раз и потом прошло немного времени. Примерно где-то 200-250 лет самого рабства именно они жили в земле египетской. Но при всем этом, это многие поколения. И вот из дня в день, каждый год они говорили, что Бог дал обещание, это земля. И вы можете представить, что фактически народ стал фантазировать о земле, в которой течет молоко и мед. Это уже не была просто история из уст в уста. Да, вот Авраам ходил, Ильяков ходил по земле, и там все, что он мог найти, под голову положил, это камень. О чем-то уже говорит, правда, уже какая-то земля интересная, значит, там есть камни. Камни – это не очень хорошо. Может быть, там что-то другое, но все равно. Они приходят, после того, как они вышли из Египта, они приходят к земле обетованной. И вот на юге, и Бог говорит с юга, то есть момент с юга на север. И почему? Если вы когда-то были в Израиле, и были на южной части, возле именно Красного моря, то вы поймете, что земля с юга на север, она худшая на юге, и идет лучше к лучшему. То есть, другими словами, Бог говорит, пускай они идут для вас, для себя, пускай они идут для себя. Они посмотрят то, что я обещал. И вот они возвращаются, согладатые, с новостью. И вот новость, она на самом деле, она не совсем плохая. Сегодня, знаете, вот библейские историки говорят о том, что вот это действие было именно для Израиля. Ничего плохого и худого там не было, в этом выслать этих разведчиков. И чаще всего говорят о том, что проблема, вот почему Бог развернул Израиль и оставил их 40 лет в пустыне, именно заключалась в возвращении согладатые и их, как бы, репорт или же ответ, что же там происходит. Значит, лживого ничего не было. Вы понимаете, да? Ложи в устах их не было. Но то, что чаще всего говорят, что у них не хватило веры. Вот у этих согладатаев не хватило веры. И у меня всегда вопрос, а что такое вера? Ведь мы ведь увидели, что происходит. Ведь мы видели, что там есть на самом деле хорошая земля. Они принесли плод этой земли, который говорил о том, что на самом деле это земля изобилия. Но, знаете, у меня вопрос, почему они не поверили? Что было причиной их неверию? Многие так не смотрят на эту проблему, но я посмотрел немножко по-другому. И мы читаем. По одному человеку от отчего колена пошли. Каждого из них должен быть вождем. Послал их Маше в пустыню, Паран, по слову Бога. И все люди эти, главы сынов Израиля, они и вот их имена. И перечисливаются имена. Если вы будете читать на иврите, они очень интересны. Но я не в том, чтобы читать их имена. О том, что они были главами этих поколений или колен, даже больше, семейств. Одну минутку. Разве они не были главами в Египте? Они были. Вот здесь самое интересное, что когда Израиль, будучи в пленении, они и там делились на семьи, главы семейств, князья, управляющие. Но когда ты находишься в плену, когда находишься в необитованной земле, это как у любого народа. Если вы возьмете украинскую диаспору, российскую диаспору, румынскую диаспору и другие диаспоры, которые находятся не в своей земле, они всегда кучкуются и пытаются друг другу помочь. Там выделяются люди, которые умные, адвокаты, юристы. И между собой они помогают друг другу выжить. На чужбине. Фактически находясь на чужбине, они помогают друг другу. Теперь ситуация другая, когда народ выходит из Египта, а эти главы колен, главы семейств, они остаются в этой позиции, где они помогали, где они наставляли людей. И будучи в плену или же в пленении в Египте, они говорили, наставляли о том, что Бог даст нам обещание, которое Бог дал, дал Авраама. Он обязательно исполнится. Это мечтой они жили, они вышли из Египта, они в пустыне, и приходят теперь границы, после которой все может измениться. Услышьте меня, пожалуйста, внимательно. Когда ты наставник в трудные времена, когда ты даже сегодня, у нас тяжелые времена бывают, где мы наставляем в наших домашних группах людей, когда мы наставляем людей в общинах, мы становимся этими лидерами, которые внушают в людях надежду, что Бог сильный. Но когда приходит время той свободы, когда перейти границу, и вот там, за границей, будем говорить, Иордана, или же той земли, которую Бог дает в обетование, и говорит, после этого каждый получит свой удел. И у старейшин, и глав поколений, или семейств задают вопрос, если мы все станем равными, какая моя будет участь там? Теперь как я буду помогать этим людям? Я в Египте и в пустыне, я был кем-то, тот, кто помогал, давал наставления, кто поднимал людей, знаете, вот консультировал, ну не сдавайся, иди вперед, Бог будет с тобою. Мы придем к этой земле, где Бог откроет нам чудеса, чудесную землю. И вот они приходят, и в реальности у них выбор. У них простой выбор. Что лучше иметь? Синицу в руках, или журавля в небе? С одной стороны, земля, которую они входят, Бог говорит, когда вы воздете в землю, и возьмете эту землю, они понимают, что нам нужно теперь брать ее. Или же остаться в пустыне, где есть чудеса, кормление манной, одежда не снашивается, вода, если нужно, вода будет постоянно стукнула по камням, пошла вода, защита, охрана, днем облако, и знаете, и хранит Бог от всех врагов, и все остальное. Знаете, вот я заметил людей, которые, ну, будем говорить так, живут под благодатью, будем говорить, я не буду на шарах, потому что шара объема не имеет. вот по благодати, и вот нужно работать, а он думает, а зачем? У меня все есть. Земля обетованная, она заключала в себя не просто войти туда, а нужно было ее обделывать, на ней нужно было работать, на ней нужно было зарабатывать. То есть, фактически, линия благодати заканчивалась, и наставала реальная жизнь. Вопрос у старейшин становится, а что нам там делать? В Египте, мы только поработали вот камни, там у нас ничего не было, но мы были влиятельными, мы говорили, нас уважали, нас почитали, мы были вождями, а если мы войдем туда, у каждого будет свой огород. Должен быть мой огород больше или меньше? Будет он влиятельный или не влиятельный? И вот здесь, на самом деле, скроется то состояние, с которым они пришли обратно. Они говорят, действительно, нормально. Если бы ситуация была бы простой, как вот, знаете, вот правильно, по-христиански говорить так. Если человек смиренный человек, и он не ищет своего, особенно если он лидер, да, он приходит к старейшину, к Моше, к Аарону, и говорит, друзья, действительно, земля, которой мы были, она идеальна для Израиля. Она вожделенна, она хорошая. Вот плоды. И, друзья, что нам делать? Там народ непобедимый. Там земля, которая сама себя сжирает. Там народы очень серьезные. Они гиганты. Они вооружены. Нам, евреям, с ними тягаться не стоит. И, наверное, Моисей бы, может быть, дал им урок веры. Знаете, почему? Потому что это не была прихоть Моисея или же народа, пойти туда. Это была прихоть Божья. Говорит, я дам ее, я сделаю. Это моя земля, и я даю ее вам. То есть, другими словами, Моисей бы сказал, послушайте, друзья, Бог, который обещал, он сделает. Бог, который нас вывел из Египта, он сделает. Те десять заповедей, чудес, которые сделал Бог, он их исполнит еще, если нужно, то доверять. Он бы, они бы получили бы наставление в вере. И Библия говорит, если у кого есть проблема, пускай призовут пресвятеров. Пускай призовут пресвятеров. Зачем? Чтобы, когда нам страшно, когда мы переживаем на что-то, чтобы они наставили нас в вере, чаще всего, вот это то, что нам нужно, чтобы пойти в следующий, сделать этап. Но знаете, как и тогда, так и сейчас, происходит парадокс. Парадокс. Люди, которые видели, трогали и ощущали, приходят, говорят правду, а потом они распространяют худые слухи, молву. Там, я не буду перечитывать всего, там они начали распространять худую молву среди народа. Действительно, земля хорошая, но там люди, какие живут. Мы в их глазах саранча, и все. Это капут будет. И вот им удается поднять бунт. Чаще всего, даже в христианских общинах, приходят люди, когда Бог говорит, я хочу вас благословить, евангелационным служением. Я хочу благословить, чтобы ваша община вырастала, вера в людях вырастала, чтобы вы были успешны. Мы, когда получаем этот успех, потом говорим, не, 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 так сложно, так трудно. И мы внушаем в людей слово. Кто такой Моше? Кто такой Арон? Подождите, они нас послали, вот мы пришли с настоящим. Мы невозможно, взять то место. То, что обещал Бог, невозможно получить. Ну, невозможно. И вот здесь Бог говорит, доколе они будут меня искушать. За вот 40 дней, которые они ходили по земле, обетованные, Бог говорит, за каждые их 40 дней, что они ходили в неверии, я даю год, год. Один день за 10, да? 40 лет, получил за 40 дней. Интересно так, потому что, как только вот Бог говорит, я их верну, обратно в пустыню, ни один, кто ходил, или кто вышел из Египта, до 20, старше 20 лет, кто вышел, ни один из них не войдет. И я их уничтожу в пустыне, они будут хоронить друг друга. И вдруг у народа опять говорит, капут. Что такое? Не, 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 мы теперь верим, мы теперь вдруг, вдруг резко, они получили веру. Когда люди напугали, что уже больше никуда не войдешь, что ты там умрешь, когда уже какая разница, где умирать? Либо там, либо здесь. Давайте попадем, и Бог будет с нами. И Маше говорит, зачем вы это делаете? Не искушайте Бога. И мы знаем, что было поражение. Вот, знаете, вот я хочу обратиться сегодня к каждому из нас, потому что есть несколько таких интересных позиций Торы. Первый урок Торы, это, да, не соглашайся на лучшее с человеком без Бога. Не соглашайся на то, что человек предлагает вам лучшее, но это без Бога. Это первый урок. Даже если тебе очень будет хорошо, или даже если это будет тебя пугать, но не соглашайся без Бога. Второй урок, это не иди за большинством на зло. Не иди за большинством на зло. Потому что, вот то, что делали люди, они говорили, что это, вроде правильные вещи, но на зло. Они не смотрели на общую победу Бога, на то, что Бог приготовил для всего народа. Они защищали свои позиции, они защищали свое состояние и, наверное, хотели держать синицу в руках, нежели журавля в небе. Нет обещания им править, было в обетованной земле. И третий урок, это возьми отдых от своей суеты. Остановись на своих путях. Посмотри на путь древний. Помолись Богу. И Господь говорит, Иеремия 6, вернее, Псалом 45, 11. Остановись и познай, что я Бог. Остановись сегодня. Если тебе страшно, если то обетование, которое Бог дал, оно кажется неподъемным, невозможно для тебя совершить, не становись в народе тем, кто относит плохую молву. Не стоит. Остановись. Вспомни, что Господь обещал. Наш Бог, Бог всемогущий. Может быть, кто-то сегодня и в отчаянии. Может кто-то из вас в отчаянии. А отчаяние приходит, знаете, как с утра или вечером, но оно приходит внезапно. Какая-то ситуация, какая-то история, какая-то новость. Приходит отчаяние. Пытайся отложить свое отчаяние в сторону. Молись Богу. И Бог сделает вам явным. Помощь твою даст. Обычно в таком состоянии страха мы начинаем контролировать свою жизнь. Люди делают очень много ошибок, в которых потом расплачиваются. Не торопись. Если Господь у нас... Ты сделал какую-то ошибку, постарайся иметь мир с Богом и быть послушным тому, что Бог говорит. Не надо опять говорить, ой, я все-таки исполни, что ты раньше обещал. И своими силами пытаться еще раз исправить. Мы видим, в истории Израиля не получилось. И последнее. Не забудь о Его завете с тобой. Вишу о Мессии. Он дал свой завет. И этот завет очень простой. Где я, там и вы будете. И что бы ты ни делал, как бы ни пытался ты достичь успеха, все зависит от того, какие твои отношения с Богом. Мы сейчас станем помолимся. Помолимся за Израиля, за каждого из нас. И поблагодарим Бога за то, что Он дает нам мудрость. А венуше башамаем, Отец Небесный, мы благодарны тебе за то, что ты есть Бог. Бога Рама, отца Хаякова, что ты хранишь Израиль. И даже, Господь, когда мы пришли к обетованной земле, Боже, мы сделали ошибки, но ты остался верным. И Господь, Боже наш, мы сопоставляем исход, Пасху, которую мы имели, первую, и Пасху, Боже, когда мы здесь сегодня живем в земле изгнания нашего Господь, среди верующих людей, Господь наш, дай нам не делать такие же ошибки, которые делал наш народ. Когда мы приходим к нашему обетованию, нашего обещания, которое ты нам дал индивидуально, дай нам не становиться ропотниками и бояться того, что ты нам обещал сделать, но оставаться верными. Господи, оставаться верными. Если мы делаем ошибки, дай нам не полагаться на свои собственные силы и пытаться изменить обстоятельства, но положиться на тебя и быть довольным. Господи, спасибо тебе за Израиль, спасибо за его спасение, где бы мы ни были, ты остаешься верным Богом, Богом Авраама, Цаха, и я.